Всем привет! Мы сегодня наконец-то улетаем опять в Грецию на Афон. Сегодня у нас компания немножко другая. Это Роман Дусенко, это Паша, которого вы уже знаете. У нас вторая серия. Весна, осень. В общем, я надеюсь, что это будет у нас стабильно и традиционно моменты обострения. Поэтому вас ждет очень интересное видео. Мы будем опять в многих местах. Мы будем показывать вам красивейшие виды. Сейчас осень, там всякие фрукты, оливки. Там должно быть просто невероятно. Ну и, естественно, конечно же, монастыри и, конечно же, святые места, что тоже вы увидите. Поэтому я не прощаюсь. И мы с вами еще будем довольно долго вместе с этим видео на Афоне. Всем до следующей. До следующей зарисовки. Итак, мы вылетаем из самолета. Ой, из самолета. Из Москвы в самолете мы вылетаем, да. Посмотрите, пожалуйста, полвагона пустых. У нас будет очень прикольный полет. Вот Роман Дусенко. Вот у нас дядя Паша. Наш главный гид. Так что будет очень прикольно. Смотрите, пока мы еще в самолете. Пять утра мы уже такие какие-то дурные, шальные, не спавшие. Но, тем не менее, это будет супер. Итак, солнечная Греция встретила нас дождем. Идет такой дождик, на самом деле. Ну, такой грибной. Не знаю, есть ли в Греции грибы, но, тем не менее, как говорят, здесь все есть. В общем, все нормально. Мы уже садимся в автобус и передвигаемся в город Уранополис. Сейчас мы находимся в Салониках. А из Уранополиса мы уже будем пересекать границу монашеского государства, которое называется Афон. Поэтому скоро увидимся. По выходным дням тоже, соответственно, им пользоваться будет немножко удобнее. Также во время вашего... Пока мы едем, нам читают экскурсию. ...платы услуг. Можете пользоваться кредитными картами. Вот мы приехали. Ха-ха. Смотрите, какой ливень. Смотрите, какой дождик. Какой этот... Штормик. В общем, сейчас будем селиться в отель. И завтра поедем на Афон. Но сегодня еще будет несколько маленьких зарисовочек. Но, чтобы вы понимали, что, как говорится, не все коту масленица. И бывают всякие ситуации в этой жизни. Ой. Тут довольно мокро. Ха-ха. Смотрите, какие лужи. Но зато пальмы. Зато пальмы. И вот мы почти пришли в отель. Так, всем привет еще раз. И вот посмотрите, пожалуйста, какое море сегодня. Сейчас шторм немножко утих. И обещают завтра небольшие волны. И обещают завтра, что паром все-таки на Афон пойдет. И мы обязательно туда двинемся вместе с вами. Ну, а пока я чуть-чуть пройдусь вместе с вами между пальмами. Чтобы вы могли на них посозерцать. Вот. Здесь сейчас мы находимся в городе Уранополис. Из которого выходит тот самый паром. Вот меня даже фотографируют. Паром, который везет на Афон. Завтра будем вместе с вами получать специальное разрешение. Завтра будем вместе с вами стоять в очереди на паром. Вы все увидите. Ну, а пока я с вами не прощаюсь. Сейчас мы с вами зайдем на кухню местного ресторана. И вы увидите рыбу. Собственно говоря, я сейчас буду выбирать себе рыбу. Здравствуйте. Барабуля. Здравствуйте. Вот. Видите? Так, и это кто? Это Барабуля. Она какая? Вкусно. Что с ней делают? Жарят? Что хочешь? Так, я понял, он сейчас будет снимать. И за это я возьму и лопату. Не-не-не-не. Я хочу рыбу. Я хочу рыбу. Давайте я себя буду снимать. Видите? Не хотят. Чтобы я снимал. Это Дорадо. Вот так вот. А вы завидуете. Мы с вами еще увидимся. Ну вот, нам принесли рыбу. Вот сейчас ее. Я выбрал какую-то суперскую рыбу, которая бывает не всегда. Это мусмули. Как? Мусмули. Мусмули. Вот сейчас мне ее распетрушат, и я ее буду есть. Точнее, мы с публиком будем ее есть. А ребята сейчас едят, вот посмотрите, вот такие наборы. Через силу ем. Через силу, через силу. Не может. Это свежайшие морепродукты. В каком-то невероятно вкусном соусе. Но я такое ел в прошлый раз, поэтому сегодня я такое есть не буду. Так что мы с вами еще не прощаемся. И всем приятного аппетита. Не знаю, как у вас, а у нас сейчас раннее утро. 6.30 утра. Посмотрите, пожалуйста. Вот первый паром ушел. Мы поедем на втором, на 9.45. Вот такой у нас замечательный вид из окна. Вот так что, сегодня будет очень много всего интересного. Оставайтесь с нами. Ну вот, мы почти пришли. Видите, здесь генеральное представительство Моузе Нидис Тревел. И здесь же, рядышком, выдают специальные такие визы. Визы на территорию монашеского государства афонского. Называется эта виза Диамонтирион. И вот есть такое посольство, наверное, можно назвать это так. Вот с 7.30 до 13.00 выдают здесь вот такие документы. Так что мы их сейчас получим, и я вам покажу. Ну вот, я получил свой пропуск. Пропуск свой на афон. Видно, наверное, да, что это именной документ. И теперь мы идем покупать билеты на паром. Видите, да, здесь вот живут предафонские греки. Вот уже море сегодня хорошее. Море сегодня не волнистое, замечательное, шикарное, прекрасное море. Вот. И сейчас мы выйдем туда, где как раз на этой улице продают... На этой улице продают билеты, продают билеты на паром, и вы это тоже увидите. Так, идем с вами к месту покупки билетов на паром. Вот такая улица, прикольная, кстати, очень улица. Улица, на которой сплошные ресторанчики. На самом деле очень красиво. И сейчас вот тоже здесь вот как раз улочка с ресторанчиками, с кофе, видите? Сколько здесь желающих попасть на великие святые места. Вот. И вот это самое место, где самая большая очередь. Это когда здесь много-много людей. Да, вот Роман пришел. Доброе утро! Когда много людей, здесь все забито, 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 забито людьми. Здесь такой хаос, 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 бардак. Вот. Сейчас же здесь все более-менее спокойно. И людей не так много. И, собственно говоря, вот есть два окошка. В них продают билеты. Билетов ограниченное количество. У нас, да, у нас билеты заранее забронированы. Поэтому нам вроде бы все должно быть хорошо. Все должно, нам должно быть хватить места. Вот. Но, тем не менее, бывают такие случаи, когда людям места не хватает. В частности, сегодня очень много людей, потому что вчера был шторм. Ну, и мы с вами еще увидимся. В общем, мы сейчас садимся уже на паром. Вот, можете посмотреть. Туда же везут яблоки, груши, всякую хрень на паром. Вот. Вот так он выглядит, этот паром. Заодно можете пока глянуть на городишку Уранополис. Город небольшой совсем. Такая типа портовая деревушка. Но у них это называется город. И мы сейчас заходим, заходим на паром. О, встала машина и не хочет нас туда пускать. Вот так. Проверяют билеты. Проверяют демонтерионы. У нас и то, и то есть. Так что, теперь увидимся уже на пароме. Вот мы на пароме. Посмотрите, какая красота. Какое море. Сколько людей. В сравнении с весной людей побольше. Но, как я говорил, вчера был шторм, поэтому сегодня здесь два рейса. Фактически. Вот. Так что, сейчас мы выдвигаемся. Как только появятся чайки, я вам их покажу. Так, вот смотрите, какие чайки. Вот чайки, они выпрашивают хлеб. О, не рискнула, не рискнула. Хочется, но колется, как говорится. Опа, схватила. В общем, едем на пароме. Скоро пересечем границу Афона уже. И, в общем, ехать полтора часа. Как приедем, так мы с вами еще, собственно говоря, увидимся. Поэтому я не прощаюсь. И вот еще одна чайка. Опа. И схватила хлебушек. Прям молодец. Смотрите, как кормят чаек. Кидают им хлебушек. Опа. И они прямо на лету его ловят. Оп. Промахнулась. Все. Нет, или все. Во. Во. Оп. Оп. Поймала. Оп. Поймала. Смотрите, какие красавцы. Опа. Главное, просит еще. Подлетает. Кар-кар, кидай. Опа. Красотища какая. Опа. Типа и мне тоже, и мне. А, промахнулась. Недовольная. Оп. Сыт. Все. Опа. Ничего себе она дает. Опа. Хлоп. Ха-ха. Опа. Налету. Вот такие вот супер чайки здесь рядом с Афоном. Так, закончилось наше плавание. И мы сейчас спускаемся. Ого. Как нас шатает. Спускаемся сейчас вниз. И будем паром сейчас будет причаливать. Опа. Сейчас можете посмотреть, как это выглядит. Вот мы уже были в этом монастыре. Были весной на Пасху. Вот. Ход с двумя ангелами. И вот такой вот здесь замечательный монастырь. Вот. Так что мы приехали и сейчас будем сходить. Опа. Будем идти вперед. Паром сейчас загружен машинами. Сейчас он пристает. В общем, мы приехали. Так что я не прощаюсь. Вот. Все ломанулись. Ломанулись на выход. Все ломанулись на выход. Мы ждем наших. Удобные разники видят все обороны. Вот. Мне не дают ждать наших. Говорят, что надо. Надо выходить уже. Пора уже. Но мы их сейчас здесь подождем. О! Земля. Ничего не болтается под ногами. Это же так здорово. Вон еще сколько людей осталось. Они едут в следующие монастыри. В другие. Вот дядя Петя. Вот. А, вон наши. А наши уже впереди оказывается. Ну, значит, мы их будем догонять. Окей. На этом пока все. Еще увидимся. Так. Сегодня нас расселили вот в такой интересной келье. Гостевой. Такое, как бы, старинное здание. Сделанное из кирпича. И много-много-много кроватей. То есть, прям все. Прям супер-супер. Отлично. Поэтому, ну, еще вам расскажу что-нибудь. Не, мне просто вообще интересно. Так, нас вот расселили. Мы сейчас с Павлом идем. Вот, кстати, можете посмотреть. Собственно говоря, вот этот домик, на который вы сейчас смотрите, это и есть тоже, вот гостевые кельи, но нас расселили вот внизу. Нас расселили внизу, вот в этом домике. И, в общем, вы уже увидели как. Здесь такой шикарный вид. Монастырь называется Дехиар, да? Да, Дехиар. Монастырь называется Дехиар. Это греческий монастырь. И в этом монастыре находится чудотворная икона. Скоропослушница. Скоропослушница, да. На самом деле, мы приехали сюда с той целью, чтобы завтра у этого монастыря, вот он, кстати, как он выглядит, чтобы вы понимали. Внутри монастыря, внутри этого монастыря снимать нельзя. То есть, завтра будет престольный праздник. Да, правильно я понимаю? Престольный, это значит, один из главных праздников монастыря, на который съезжает очень много народу. Предадат люди, которым помогает икона, которые просят икону, и которые постоянно приезжают благодарить икону за Богородицу, за помощь, которую она им оказывает. То есть, на самом деле, икона реально очень-очень-очень даже чудотворная. Завтра праздник у этой, можно сказать, праздник у иконы, что ли, можно так, наверное, сказать. Да. Завтра праздник у монастыря. И мы сюда специально приехали, чтобы показать вам все это. И заодно, чтобы вы побывали вместе с нами на крестном ходе. Ну, а сейчас пока мы здесь остаемся, а вы пока переключаетесь на другой сюжет. Так, привет к вам всем. У нас тут настал следующий день. Сегодня довольно тепло, но ветрено. И я сейчас хочу немножко вам показать сам монастырь Дехиар. То есть, можете посмотреть, он сам по себе такой как бы квадратный. Квадратный, с очень высокими стенами, как крепость. И, в общем-то, весь монастырь, собственно говоря, он внутри. Внутри там есть несколько ярусов. И внутри есть несколько ярусов. Есть главный храм, есть еще храмы, ну, не знаю, второстепенные, можно, наверное, так сказать, да. И вот под монастырем есть обязательно, да, у каждого монастыря есть свое типа подворье. Тут виноград растет, оливки растут, еще что-то растет. Ну, и вот еще там какие-то дома. Видно, для всяких хозяйственных нужд. Может быть, даже там кто-то еще живет. Здесь, у этого монастыря, здесь подворье не очень большое. Но, как рассказывают, у них очень большое подворье непосредственно на территории самой Греции. И часть монахов, она уезжает туда на все лето трудиться. И потом возвращается уже поздней осенью со всеми дарами, да, которые они там запасли. И они, собственно говоря, на этой еде и живут. То есть, фактически каждый монастырь, он живет на самоокупаемости. Ну, вот так, в принципе, сегодня море не сильно болтается. Еще раз говорю, довольно тепло, но немножко, но немножко ветрено. Сегодня вечером начнется большой праздник. Большой праздник в честь иконы Божьей Матери. И этот праздник будет длиться всю ночь. Потом завтра будет крестный ход. Ну, скорее всего, в этом монастыре снимать нельзя. Поэтому, скорее всего, видео вы не получите, не увидите. Но, тем не менее. Ну, а дальше мы пойдем уже в монастырь наш. В монастырь, который принадлежит русской православной церкви. Монастырь Пантелеймон. И оттуда, я надеюсь, что уже тоже будут видео. Но еще, я думаю, что сегодня, может быть, тоже что-нибудь для вас сниму. Поэтому я не прощаюсь. Итак, продолжаем нашу серию зарисовок про Афон, про монастырь, про монастырь Дехиар. И сегодня, смотрите, вот, ну, во-первых, где я сейчас стою. Вот попробуйте оценить вот эту вот отвесную. Мне прям страшно туда подходить. Ох ты ж! Ух! Да? Такую мы нашли здесь площадку. Но я сюда спустился, чтобы сейчас вместе с вами подняться наверх. Видите, тут такой крест интересный. И растут гранаты. Да, гранаты. Сейчас вот как раз мы с вами увидим, как растут, кто не видел, как растут апельсины, мандарины и гранаты. Вот, ну, капусту, наверное, все видели. Зато вот апельсины растут. Вот растут гранаты. Вот они вот так прямо, прямо вот так они растут. Да? И вот апельсинчики. Ну и тут же растут еще и лимончики. Если интересно, то вот они, лимончики, растут. Вот вон даже по четыре штучки растут лимончики. Так же тут такое хозяйство, как я уже говорил, да? Тут выращивают много чего. А вот, кстати, оливки. Ага. А вот, кстати, Роман Дусенко, который снимает меня, как я снимаю все остальное. Я снимаю его. Как он снимает меня, да. А вот оливки растут. Они тоже, кстати, созрели. Вот они. Вот оливки. В общем, это вот то самое оливковое дерево. Но здесь не самые большие оливки на свете. Но, тем не менее, тем не менее, самые настоящие оливки. И вид на бухту, куда мы приезжали, да? Вид на монастырь и на перец. Вот. Вот так вот монашеское подворье такое небольшое. На мой взгляд, интересно. Я не прощаюсь, еще что-нибудь вам покажу. Так, еще вам кое-что покажу. Покажу вам кактус. Очень интересный тут прям растет кактус такой. Довольно прикольный. Причем их несколько кактусов. И есть кактус даже с какими-то кактусовыми. Так, как вам лучше показать-то? Вот так, короче. Есть кактус. О! Роман и его даже... Роман сказал гадость. Вот растет еще один кактус. Надеюсь, что Роман выживет. И нам не придется его нести на себе. По каталогским дорогам. Вот еще один кактус. Да. Причем здесь очень интересные такие дороги. Каменные. А я все хочу подняться повыше, чтобы показать вам монастырь с высоты. Сейчас мы туда пойдем. Ну вот кактусы. Кактусы очень интересные. Вот можете посмотреть на цветочек кактуса. Точнее на его плодик. Это плодик кактуса. И вот такая дорога. И вот это все оливковые деревья. Вот это все оливковые деревья, которые в конечном итоге дают оливки. Из которых в конечном итоге жмут масло. Мы как классно построили. Через каждый метр отбойничек. А вот море. Через каждый метр отбойничек. Где? А вот, смотри. А, да, да, да. Каждый метр идет, видите, да? Идет отбойник, чтобы... Не расползалось. Да, не расползались камни, наверное. Может, чтобы телеги назад не скользили, не знаю. Ну вот, идем дальше. Вот, мы поднялись. Смотрите. Вот опять солнышко сейчас выглянуло. Вот какая красота. Так, сейчас я сделаю немножко по-другому. Я сейчас вам покажу настоящую красоту. Сейчас я палку подниму высоко. чтобы вы видели, что там на самом деле. Вот, собственно говоря, вот так это все выглядит. Гора еще поднимается. Можно на самом деле еще выше подняться. Но мы еще выше, наверное, не пойдем. Сегодня, да. Сегодня не пойдем, потом пойдем. Так что вот, монастырь, вы его увидели теперь уже со всех сторон. И опять же видите, да, что на задворках монастыря там у них опять подсобное хозяйство довольно большое. И они тут что-то выращивают. В общем, занимаются делом люди. Работают. Работают и... Фух. Работают и... Помогают другим. Помогают другим творить добро. Итак, еще увидимся. Так, всем еще раз привет. Слышите, как звонят колокола? Не знаю, слышно вам или нет. Сейчас будет начинаться служба. Все дело в том, что сегодня сюда... Ну, в общем, я так понимаю, что здесь собралось сегодня там порядка 500 человек, может быть, даже больше. Вся Греция приехала. В общем, да. Такое впечатление, что сегодня сюда приехала просто вся Греция на великий праздник иконы скоропослушницы. И такого количества людей... Ну, вот даже мы на Пасху были. То есть даже на Пасху мы такого количества людей не видели. То есть сегодня будет что-то просто невероятное. А завтра будет Крестный ход. Если получится, может быть, я там по несколько секундочек что-нибудь сниму. Вот. Если не получится, снимать не буду. Но Крестный ход вроде бы можно снять будет. И тогда, опять же, немножко вы увидите. Ну, а так я с вами не прощаюсь. И еще увидимся. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok Это что-то просто невероятное. А сейчас вы посмотрите, как это выглядит снаружи. Вот так. Настало утро, и мы все еще находимся в монастыре Дахиар. И вот можете немножко посмотреть на него. Всю ночь шла служба. Скажу честно, что всю службу я не выстоял. Пошел спать, устал. Но, тем не менее, это было что-то невероятное. Вы сами видели маленькие отрывочки. Так вот, сейчас буквально через несколько минут начнется крестный ход. Я очень надеюсь, что вам его тоже покажу. Поэтому я не прощаюсь и еще увидимся. Вот так вот выглядит монастырь сверху. И главный храм тоже. ПОЁТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЁТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЁТ НА 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 ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ к концу наша подошел к концу наш визит визит в монастырь дыхер сейчас мы идем дальше следующий у нас будет монастырь ксенофонт по моему и далее наш монастырь русский монастырь уже пантелеймон и вот начинается вот наша дорога видите здесь кошки кошки вообще они тут развелось много-много кошек может быть мы даже по дороге их увидим их прям очень 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 много этих кошек ну вот тут их не знаю на сотни 2 может быть сотни полторы так что кошки это тоже прикольно окей так мы выходим смотрите погодка нам пока помогает солнца сильного нету не жарко и не бой море видите да вроде бы тоже спокойное так что дай бог и дойдем без дождя без проблем и все будет отлично не прощаюсь итак на склоне на склоне горы на склоне лет я забрался на склон горы в к на котором растет огромное количество оливковых деревьев вот это все вот это все оливковые деревья 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 и на самом деле очень прикольно особенно прикольно когда в таком серебристом свете не небо море море вот там море видите как она серебрится так что вот злобный петр который который не любит ходить пешком но вариантов нет так куда вниз или наверх давайте вниз наверх он гад над нами издевался я пойду вниз так в общем мы идем дорога очень здоровская смотрите какие тут камнепады даже какие трактора ездят ну а нам нам еще идти 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 так что не прощаюсь так вот мы продолжаем идти и вот уже виден следующий этап нашего маршрута это монастырь ксенофонд так как бы мне здесь не упасть с рюкзаком то то я старый больной но тем не менее это такой экстрим экстрим чтобы мне тут она подержаться в общем вот смотрите очень даже красивенько вот посмотрите как женщины вынуждены кататься вокруг на катере а у вот и им рассказывают про то как мы здесь ходим по дебрям они все хотят много чего но к сожалению на афон они попасть не могут ну а мы идем дальше так спустились мы с гор местную монашескую цивилизацию это святой источник сейчас мы сюда с вами подойдем ну и вот монастырская стена и далее собственно говоря монастырь сейчас давайте с вами подойдем к святому источнику сейчас я сниму рюкзак и немножко хлебнем водички так вот посмотрите это должен быть георгий победоносец в монастыре сенофонд находится его чудотворная икона и здесь вот пожалуйста стоит кружечка воды здесь я да а здесь я отлично все идем дальше и не прощаюсь ну вот мы и пришли пожалуйста можете посмотреть такая каменная дорожка и вход монастырь оба на ух ты как здорово монастырская лавка ну и там дальше сам монастырь так опа вот так так что вы почти все видели так сейчас мы с вами идем да вот смотрите как форма растет кстати вот внутренность монастыря естественно в сам храм мы с вами не пойдем но тем не менее можете поглядеть вот кельи тоже очень небольшой монастырек небольшой двор а теперь внутри одного двора оказывается еще один двор и вот теперь то и есть храм самый настоящий храм здесь таких один двор небольшой с пельями и второй двор видите какие стены такие стены какой храм и золотые рыбы золотые рыбы есть много где у кого поэтому это не очень интересно мы идем к чудотворным иконам богородицы и георгий победоносцы но с вами я не прощаюсь так ну вот мы побывали в храме в храме находится замечательная икона божией матери называется она одигидрия раньше она находилась в другом монастыре в этапе в этом в этот раз скорее мы всего у него не попадем мы были в нем на пасху вот и она чудесным образом эта икона сама образно говоря несколько раз оказывалась в этом монастыре монастыря ксенофонт и в конечном итоге монахи признали желание богородицы чтобы данный ее лик он находился именно в этом монастыре монастыря монахов на самом деле очень немного поэтому здесь тихо спокойно и очень очень красиво ну а мы идем дальше ну вот вы сейчас смотрите на то самое эгейское море о котором много раз вы читали но если вообще умели читать конечно в книжках про историю древней греции но тем не менее давайте посмотрим на монастырь ксенофонт на монастырь ксенофонт напомню в этом монастыре находятся две чудотворные иконы это икона георгия победоносца и икона божьей матери которая называется одигидрия собственно говоря ее историю я вам вкратце уже рассказал ну а нам нам идти туда дальше если вот сейчас вам будет видно позволит разрешение вашего экрана то как раз видна та самая красавица гора афон собственно говоря в честь которой названо это монашеское государство и вот это вот святая гора афон на нее мы хотим подняться в на пасху в следующем году если даст бог а так нам идти вот по дороге по дороге по дороге туда дальше и вот если опять же видите но наверное не видите плывет кораблик вот собственно говоря нам туда где кораблик там находится наш замечательный монастырь пантелеймон где мы сегодня и будем ночевать солнышко бьет в глаза поэтому я даже не могу смотреть на камеру поэтому я не прощаюсь посмотрите за мной какой же красавец монастырь ксенофонд вот мы сейчас с вами в нем были прямо очень круто прям красиво красиво ну а нам туда нам туда в гору в гору посмотрите как нам повезло нас тут подхватили добрые люди и мы теперь едем на машине и вы сможете быстро посмотреть до видите сейчас нас затянут на подъем ну а дальше мы сами сейчас оказывается добрые дела вряд ли бесплатные но тем не менее тем не менее мы едем дальше вот посмотрите какие тут склоны можете посмотреть впереди что нибудь это цена ящики вывалимся ну кажется приехали мы кажется приехали так сейчас мы выдвинем ну вот покатушки закончились опять теперь эти ножками но в общем на самом деле все равно все равно здорово прокатились и сейчас я вам покажу одну очень интересную вещь собственно говоря как собирают те самые маслина оливки которые мы с вами видим в наших магазинах на вкус они горькие гадость страшная их специально потом вымачивают и только потом из них делают то что собственно говоря мы привыкли есть но мы идем дальше не знаю как вы а мы с публиком уже второй раз на афон приезжаем вот она мне тут помогает следит за вещами если что помогает мне спать хорошо нагоняя на меня хорошие добрые положительные сны ну в общем мы идем скоро собственно говоря уже будет виден монастырь пантелейман вот дорога теперь уже вниз основную проблему ну и мы проехали поэтому скоро вы уже увидите красавец пантелейман и мы будем заселяться и соответственно вечером пойдем тоже сходим обязательно на службу а завтра поедем дальше так что пока идем дальше так вот отсюда вам должно быть уже видно монастырь отсюда должно уже быть видно монастырь а сейчас вы опять увидите вот эту мега стену кстати хочу чтобы вы обратили внимание на площадь площадь которая принадлежит монастырю то есть если дахиар и ксенофонд они в общем-то довольно небольшие монастыри но по сравнению с некоторыми скитами наверное тут говорят есть и меньше монастыри но дело не в этом но все-таки площадь которая принадлежит монастырю нашему начинается вот отсюда до монастыря нам еще но минут 15 это точно идти так что а масштабы как обычно масштабы российских владений они просто поражают что на самом деле не может не радует ну вот теперь видно в полную полную мощь посмотрите пожалуйста все-таки не перестаю я нарадоваться на удивляться вот этой вот красоте публик тоже доволен в общем мы идем путешествие оказалось приятным интересным полезным размяли немножко ножки сильно не напрягаемся так что прямо супер погода супер прям как-то как-то здорово здорово приезжайте тоже на фон и мы вам искренне советуем это сделать так можно посмотреть еще чуть чуть поближе потому что дальше всю эту красоту наблюдать вот в таком как бы целостном комплексе ансамбля уже к сожалению не получится ну естественно море море бухта море бухта красота и я так ну вот мы дошли наконец-то наш монастырь вот здесь находятся гостевые кельи сейчас их плохо видно в общем там а сзади меня собственно говоря сам монастырь храм и так далее тут такой запах невероятный вот в этой вот аллее от этих вот растений и цветов если бы вы могли это унюхать если вы могли это почувствовать ну вот они гостевые кельи гостевые кельи размером больше чем у некоторых греков монастыре но это я не против греков греки они молодцы они очень гостеприимные и все просто супер так ну что мы идем часто скорее всего не заселят сейчас будет служба ну а потом когда заселит мы с вами еще увидимся итак мы заселились в монастыре пантелеймон и нас поселили вот такую замечательную келью правда уже темно но можете посмотреть так живут паломники в нашем монастыре монастырь очень интересный суперский но об этом я вам расскажу уже завтра сегодня пора спать так ну что мы покидаем наш монастырь пантелеймон и сейчас мы будем ждать вот с этого причала с этого причала мы будем сейчас ждать паром который отвезет нас в небольшой порт откуда маршрутка довезет нас уже до местной столицы здесь есть такая небольшой городишка столица в котором тоже есть свой небольшой монастырь и тем не менее в нем находится вся администрация и мы с вами посмотрим что же там происходит вот и вы увидите как живут миряне на афоне поэтому мы еще увидимся пока мы ждем нашего парома вот можете посмотреть приехал еще один паром зевс называется зевс и сейчас будут очередная партия паломников но пока стоим в общем сегодня я специально примерно прикинул около 200 человек сегодня было на трапезе но то есть если взять тех кого там сегодня не было у кого там послушание и так далее наверное в общей сложности в день примерно порядка 300 человек вот находится в нашем монастыре причем в такой как бы обычный будний день потому что сегодня праздников нет недавно был покров а вот и но в общем людей много монастырь очень красивый чистенький замечательный поэтому одна только радость от нахождения в нем вот приехал паром привез еще какое-то количество человек еще часть людей сегодня будет двигаться на свои места паломничества так что еще увидимся так вот мы сели на паром и сейчас мы поплывем в сторону местного порта дафни или дафния вот красавец монастырь от нас уплывает точнее мы от него уплываем от красавца монастыря отлично вот и собственно говоря расплывем но я думаю что я еще камеру включу сейчас сверху покажу как это все выглядит какая красотища будет вот отсюда сверху и вы все это тоже увидите вот посмотрите какая красота вот мы плывем ветер такой прям ух ух какой ветер 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 в порядке мы плывем это все ой тут все толпятся но в общем собственно говоря все мы по мы поплыли дальше и его увидимся прямо ветер-ветер Прямо ветер, ветер. Вот мы плывем туда. Если видно, конечно. Но я думаю, что сильно не видно. Поэтому ветер, ветер. Шумно. Поэтому еще увидимся. Так. Вот сколько тут у нас желающих попасть в Дафней. Вот паром, который перед нами ушел. Окей, no video, говорят. В общем, мы сели в автобус, залезли. Автобус битком. Еще много-много-много людей. Там еще и стоит целая толпа, которые не влезли в автобус. Так что сегодня прям какой-то этот короче, столпотворение здесь. Такой экшен-экшен. Вспомнились старые московские пробки. Но я еще не прощаюсь. Так, ну вот мы приехали в Корицию. Здесь сейчас мы кушаем. Смотрите, какой у нас стол. Смотрите, какой салат. Какая замечательная еда. Какие свежие мидии. Вам только надо смотреть, а нам кушать. Поэтому я не прощаюсь. Нас окружили мулы. Окружили мулы и просят печенья. Попаситель. Осторожно, он полицейский зубистый. Сзади лучше не стоять. Да? Сзади, говорят, лучше не стоять. Вот такие вот здесь интересные живности, которые требуют печенья. Сейчас они пойдут за нами. Сейчас они пойдут за нами, эти мулы. Один вот остался грустный. Не понял он, не прочухал то, что кормят печеньем. Ну ладно, мы сейчас идем в Андреевский скит. И как только туда дойдем, то мы с вами продолжим нашу небольшую экскурсию. Так, мы сейчас подходим к скиту Андрея Первозванного. Мы здесь были в дни пасхальные. Вот как все это снаружи выглядит. И здесь находится одна из главных мощей, наверное, да? Это голова Андрея Первозванного. Это великая святыня, которой многие приходят поклониться. Вот можете поглядеть, как это выглядит. все осенью. Вот, так что мы идем дальше. Дальше продолжаем свое паломничество. И с вами еще увидимся. Так, мы сейчас находимся на территории Андреевского скита. Можете посмотреть, тут в полную силу идут ремонтные работы. главный храм, который является самым большим храмом на Афоне, он тоже закрыт. Мощи Андрея Первозванного перенесены в малый храм, который находится вот здесь. Видите, да? Такая коричневая башенка. и соответственно, все здесь восстанавливается, все делается прям очень радостно. И, ну, в прошлый раз мы с вами также видели, да, вот эти колокола, вот колокола, которые сейчас не действуют, но они сняты и оставлены здесь, видно, в качестве музея. Вот, а так прямо идет стройка, стройка, стройка и прямо это очень здорово, что есть возможность восстанавливать такие исторические места. Так что мы здесь все посетили, нас здесь можно сказать по знакомству впустили еще и в главный храм, нас допустили к мощам Андрея Первозванного, нам здесь все показали, рассказали, то есть прям суперский день сегодня и я еще не прощаюсь, у нас с вами еще много интересного. Вот посмотрите, пожалуйста, как выглядит Андреевский скит, вот я вам покажу, вот такая невероятная красотища, вот с такого ракурса все это вот так невероятно красиво выглядит, но мы пока идем дальше, так что не прощаюсь. Можно попробовать. А вас возили монахи на своих машинах, а нас возят, вот мы сейчас едем в монастырь Верон и едем в какой-то машине, в которой должны ездить не знаю кто, но задней спинки здесь нет. отсутствует как факт. Вот. Не буду себе покупать Mitsubishi L200, потому что это не очень удобно. Ну ладно, в общем мы едем, едем в очень крутой монастырь Верон, там Иверская икона Божьей Матери, мы в нем также были, когда приезжали на Пасху, и в общем знаете, что самое интересное, все, кто попадают на Афон, все рассказывают примерно одно и то же, что изначально планируется одно, а как-то потом происходит другое. Паша очень громко разговаривает там, да, и мы тоже сначала планировали одно, и в конечном итоге у нас получается совсем другое. В общем едем мы в Верон, едем на машинке, на Mitsubishi, сзади наши рюкзачки, да, вот, Роман даже начал изображать из себя лошадку и локоть. Да. Вот, еще говорят, что мы куда-то на катере может быть поедем, ну посмотрим. Итак, не прощаюсь, сейчас доедем до Эверона и вы тоже сможете еще раз на него посмотреть. Не судьба нам попасть в Эверон, там все занято, ну или по каким-то причинам они не селят, то есть к чему-то может быть готовятся, поэтому посмотрите какая волна. Так что мы сейчас решаем куда ехать дальше, здесь все решает, за нас все решается. Мы, в общем, плывем по течению. и да, репортер, вот, репортер. Да, нас согласились отвезти дальше, поэтому мы, в общем, ездим дальше, смотрим, катаемся, наслаждаемся природой и самое главное не паримся ни о чем, поэтому еще не прощаюсь. Так, ну вот, много чего произошло, пока мы с вами не виделись, мы доехали до самого первого монастыря на Афоне, называется он Лавра, и он был основан Афанасием Афонским более, более, по-моему, тысячеста лет назад, то есть более тысячи лет вот этому монастырю. Внутри, естественно, снимать нельзя, так как ни праздник, то совсем нельзя, поэтому, ну, в моем видео про пасхальную поездку я его немножко подробнее показывал. Так что сегодня мы здесь уже были на службе, здесь огромное количество святых мощей, здесь очень, здесь как бы очень мало монахов, здесь такие очень спокойные, тихие службы, ну, в общем, ну, здорово, такое ощущение, как будто, ну, такая, такой, нет, нет никакой такой панпезности, да, все при там, нескольких свечках, то есть, все не горит, не сверкает, все, все делается тихо, спокойно, уверенно, и прям, прям супер-супер, ну, ладно, завтра еще какие планы, я не знаю, но, тем не менее, сегодня был очень насыщенный день, сегодня мы проехали больше, чем половины всего полуострова, пытались остановиться в Веронском монастыре, соответственно, нас там не приняли, и вот нас приютила сегодня Лавра, на этом сегодня у нас пока будет все, можете посмотреть, если хотя бы что-то будет видно вам, там плывет кораблик какой-то, плывет кораблик, что-то там шумит, море, море, да, море и стены монастыря, но я, естественно, с вами не прощаюсь, потому что у нас еще завтра целый день, и послезавтра мы уже выдвигаемся в Уронополис, так, итак, мы все-таки добрались до монастыря Эверон, где Иверская икона Божьей Матери, и посмотрите, какой сегодня шторм, сейчас раннее утро, там 7 часов с копейками утра, видите, солнце только всходит, какая там грозная грозность и грустная грустность, прям ветер-ветер, ветер-ветер, сегодня волны-волны, море-море, восход-восход, и Эверон, и Эверон, и Эверон. Так что мы все-таки сюда пришли, сейчас поклонимся иконе, и сегодня у нас насыщенная программа, поедем дальше, так что вы тоже еще много чего увидите, много чего узнаете, много чего услышите, все еще впереди, все еще впереди, у нас здесь еще целый день сегодня, и завтра мы с утра уезжаем уже в Уранополис, очень быстро прошла фактически неделя, но тем не менее, вот так оно есть, вот колодец, здесь колодец, вот, сюда уже проезд спрещен, мы идем к Эверону, ко входу, ко входу Эверон, чувствуете, да, какой ветер, наверное, в микрофоне шипит, вон, горы, 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 так, ну вот, мы внутри монастыря Эверон, нам невероятно повезло, мы пришли, и сразу есть доступ к иконе, мы поклонились иконе, и сейчас мы поедем дальше, поэтому у нас здесь такое краткосрочное пребывание, зато очень-очень крутое, очень полезное, так, большое дело сделали сегодня, отлично, поклонились Иверской иконе Божьей Матери, и сейчас мы будем идти на пристань, ждать автобус, можете посмотреть, сегодня прямо какой-то полушторм, такой прямо шторм-шторм, так вот, прям волны-волны, вот так, не всегда хорошая погода на Афоне, бывает так, что и ветер, бывает так, что и дождик, и бывает так, что и шторм, вы только посмотрите, посмотрите, какие волны, посмотрите, как они бушуют, бушуют, Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Так, мы сейчас едем в самый, наверное, знаменитый, да, самый знаменитый монастырь Афона. Он называется Ватапет, в нем хранится пояс Пресвятой Богородицы. И мы сейчас подъехали, это единственный монастырь, в который, кроме обычного, ну, в общем, в который есть дополнительный пост охраны, да, в который есть дополнительный пост охраны, где сейчас будут смотреть наши демонтерионы и будут принимать решение пускать нас туда или не пускать. Вот так, вот что значит хранить самые великие святыни. Но мы с вами еще увидимся. Итак, мы приехали в самый знаменитый монастырь Афона, Ватапет. В прошлом году мы жили, мы жили где-то вон там, под крышей. Вот, а в этом году мы здесь жить не будем, мы здесь на буквально несколько часов, если будет возможность приложиться к святым мощам, к поясу Пресвятой Богородицы и поехать дальше. Поехать дальше, вот такая бухта, вот такая здесь красивая бухта. Вот здесь огромное подворье, видно, видно огромное подворье, ну, может не очень огромное, но большое подворье. Здесь и сады, и там какие-то теплицы, и еще что-то такое. Там мы ехали, там было много-много-много оливковых насаждений, оливковых деревьев. То есть, на самом деле, это считается один из самых, как бы, состоятельных, один из самых богатых монастырей на Афоне. И в прошлом году мы отсюда уезжали на катере. Вот мы спускались туда и уезжали. В этом году? Конечно, в этом, не в прошлом, а в этом. На Пасху в этом году, конечно, меня поправляют. Окей, так мы заходим в монастырь. Камеру я пока выключаю, но не прощаюсь. Сегодня день такой очень даже интересный. Мало того, что мы попали в монастырь Иверон, и нам сразу получилось так, да, что мы получили доступ не только к Иверской иконе, но еще и к мощам, но и к мощам различных святых. Их там очень-очень много. Также вот здесь, в монастыре Ватопед, нам дали доступ к поясу Пресвятой Богородицы, которые привозили в свое время в Россию, и там сотни тысяч людей стояли в очереди, чтобы приложиться к этому поясу. Пожалуйста, приезжайте, приезжайте в замечательный монастырь, монастырь Ватопед. И вам, так же, как и всем паломникам, причем вы подходите просто к монаху и говорите, что вам нужен доступ, что вы ненадолго, и идут ради вас, открывают храм, и вам выносят из алтаря вот эти вот святые, святыни, святыни, да. Поэтому на самом деле здорово, очень хорошее отношение, очень мягкое отношение, несмотря на то, что это такой самый, можно сказать, да, самый такой раскрученный, самый крутой среди других монастырей считается, да. Но я опять же говорю таким простым языком, чтобы всем было понятно. Тем не менее, очень-очень мягкое, очень дружелюбное отношение здесь ко всем паломникам, кто приезжает. Но на этом еще не все. Сегодня у нас запланирован еще один визит, еще в один небольшой уже как раз и нераскрученный монастырь. Вот, и уже оттуда, скорее всего, мы завтра будем потихонечку выбираться в Уранополис, а из Уранополиса уже поедем в аэропорт и из аэропорта полетим в Москву. Так что пока сегодня у нас, видите, даже солнышко какое-то на горах появилось, тучки, тучки, дай бог, тучки у нас немножечко, да, рассосутся. Сейчас за нами приедет машинка, вот, и мы попросим водителя, чтобы он нас остановил на горе, и мы сняли с горы, сняли с горы уже вот непосредственно монастырь вот опять, чтобы можно было посмотреть на эту красотищу с высоты. Так что я с вами еще не прощаюсь. Не все так хорошо, как хотелось бы. Мы сейчас были в монастыре Кутлумуш, и, к сожалению, все забито. Очень маленький монастырь, в нем всего около 50 паломничьих мест. Но, зато я сейчас иду по аллее из грецких орехов. Вот это все грецкие орехи. Их тут уже собрали, но, тем не менее, вот валяются тут шкарлупки. Валяются шкарлупки грецких орехов. Мы находимся в Греции, поэтому грецкие орехи здесь растут. Можете тоже на них немножко посмотреть. Вот так это выглядит. Сегодняшний вечер у нас заканчивается довольно интересно. Точнее, еще день, на самом деле. Сейчас только половина четвертого. Посмотрите, пожалуйста, где мы будем жить. Это вот такой номер. Если в коне мелкания, это был бы номер. Он уже, данный номер, в общем, он стоит, как неплохая гостиница в Москве. Тем более, на четверых. Ну, хоть полотенца дали. Александр Голоновский, можно говорить то, что я думаю? Да, можно, можно. Тут именно в тех выражениях. Из песни слов не выбросишь, да. Пожалуйста, не показывайте. Такое тоже бывает. Но, опять же, все мы люди. Бывают такие впечатления тоже бывают. Ну, идти уже нету сил. Уже идти, да. Уже идти нету сил. Идти наверх уже больше не сил. Сложности сегодня мы, наверное, около... Тысячи километров. Нет, не тысячи. Но я думаю, что около километров 80 мы сегодня прокатались. Итак, не прощаюсь. И все, мы завтра будем с вами общаться. Вот и у нас такой финальный день на Афоне. И начинается с такого замечательного вида. Посмотрите, какая красотища. Правда, тут работает дизель-генератор, электричество, поэтому... Привет! Вот, да, дядя Паша пришел. Поэтому немножко шумно, но красота просто невероятная. Просто невероятная красота. Можете поглазеть. Вот так. Так что мы сейчас завтракаем, едем на паром и приезжаем в Уранополис. Поэтому еще несколько сюжетиков вы обязательно увидите. Ну, перед тем, как выехать, я бы хотел показать вам вот такой замечательный вид. Посмотрите, как же это красиво. Сейчас еще утро, и солнце еще не очень высоко. Но, тем не менее, вот там, где нет облаков, оно вот прям озаряет море. То есть невероятно красиво. Вот такие здесь шикарные виды, с которых мы сегодня, собственно говоря, уезжаем. Вот деревья тут такие растут, всякие интересные, южные. И здесь главная площадь. Сейчас мы выйдем на главную площадь Кариеса, столицы Афона, где находится вся административная часть. И вот сидят люди. Сюда, собственно говоря, приходят все автобусы, все маршрутки. Здесь же находится несколько магазинчиков. И одна единственная кафешка на весь город. Собственно говоря, весь город, по большому счету, это одна улица. Одна улица, которая ведет вот сюда, на эту площадь, где постоянно сотни и, не побоюсь этого слова, даже тысячи паломников ежедневно ждут своих маршрутов до каких-то монастырей. Или уже, как и мы сегодня, поедем в порт Дафния. И из Дафни мы уже на пароме уедем в Уранополис. Так что сегодня вам еще кое-что расскажу, покажу, кое-что увидеть. Ой, давайте вот тогда еще вот так мы с вами поглядим. Вот. Такая осенняя, осенняя гора. Осенняя гора, очень красиво. Так что еще не прощаюсь. Мы погрузились на кораблик. Сегодня мы едем не на пароме, а на обычном корабле, что бывает на самом деле редко. За мной вы видите порт Дафна. В нем почему-то запрещают снимать. Я не знаю, в чем причина, но бегают полицейские и заставляют убирать камеры. Впереди вы можете увидеть замечательные горы. И вот в самом впереди видим как раз монастырь Пантелеймон, в котором мы тоже были. Красотища, небо, ой, небо, море. Практически полный, полный, полный штиль. Вот, кстати, едет паром. Святая Анна. И там дальше вы видите вот этот небольшой поселок Дафна, который является местным портом. Так что мы сейчас скоро будем отплывать. По пути будем кормить чаек, как обычно. И в конечном итоге приплывем в город Уранополис. И оттуда завтра поедем уже в аэропорт. Так что, я думаю, еще пара сюжетов у нас с вами будет. Посмотрите, сколько рыбы. Хлеб почему-то не едят. Но рыбу что-то здесь прямо туча-туча. Так, ну все, мы тронулись. Лед тронулся. Господа присяжные заседатели, мы поехали. До свидания. До свидания, Афон. До свидания, страна монастырей. Мы двигаемся в сторону Уранополиса. И сейчас мы... Посмотрите, сколько людей. Посмотрите, сколько людей. Посмотрите, сколько счастливых, одухотворенных лиц, я бы сказал. Вот. Здесь же вот Паша. Здесь же Роман. Которые тоже, видите, улыбаются почему-то. Странно, правда, да? Почему в московском метро люди не очень много улыбаются? Потому что там все грустные. И здесь... А здесь все веселые, все радостные. У всех все здорово, у всех все хорошо. Приезжайте вместе с нами на Афон. Так что мы сейчас поплывем, поплывем, поплывем. Но еще не прощаюсь. Вот, посмотрите, как красиво. Мы плывем. И скоро будут чайки. И я приготовился кормить чаек. Поэтому я надеюсь, что вы сможете их увидеть и посмотреть на них вблизи. Пойдем. Пробовно еще. итак мы пересекли границу вот она граница висит флаг афона и такой но чисто символически наверное забор вот все уже начинается уже начинается здесь территория поселка уранополис города уранополис вот он сам этот город уранополис ему вот башня борт то есть буквально уже через несколько минут мы прибудем прибудем уже на место как вы видели чайк много чайки здорово здорово они едят хлеб ловят его на лету и в воде из рук берут то есть прям вообще чайки здесь очень крутые так что все мы практически практически мы прибыли границу мы пересекли теперь мы находимся уже в обычном мирском государстве греции ну вот мои прибыли можно сказать сейчас будем причаливать смотрите какая красивейшая башенка и город город уранополис сейчас мы сделаем круг по всей видимости и вот к этому причалу мы сейчас подойдем вот оттуда мы приплыли все уже ветра нету можно но зато есть солнце поэтому надо одеть очки вот отличная погода сегодня плюс 20 чем-то на самом деле даже сейчас вот мне даже жарко прям жарко вот так что конец конец середина середина октября да и здесь прям очень-очень тепло некоторые даже купаются вот кстати можете посмотреть вот люди спокойно плавают в море и даже и даже не парятся даже не парятся так что рыбу ловят вот кстати поймал кто-то рыбку здесь огромное количество рыбы но вы это видели я вам показывал и так все мы сейчас причаливаем и скоро мы с вами еще увидимся посмотрим на улочки вот этого небольшого рыбацкого городка уранополис увидели настоящие оливки вот посмотрите пожалуйста вот это самые настоящие вяленые и соленые оливки которые мы сейчас попробовали что-то просто невероятно это я не знаю как это сказать то есть то что у нас продают это совсем не то абсолютно не то вот я купил себе полкило соленых и полкило не соленых поэтому я буду наслаждаться этими оливками и не только я но еще кто-то другой того я буду угощать но к сожалению не вас всех сколько я должен сколько я должен ты вал мать четыре с половиной евро стоит килограмм оливков сейчас мы найдем денежку дадим дяди денежку и но близ вот опа отлично теньки вот такой у нас добрый дядя всего за четыре с половиной евро можно купить шикарный килограмм шикарных оливок интересно сколько сколько килограмм шикарных оливок стоит в россии но таких там точнее тоже я так думаю что они долго не хранятся но тем не менее тем не менее очень круто ну и а мы заселились в гостиницу вот собственно говоря вид на гостиницу вот если вы посмотрите есть открытое окно открытый балкон это наш номер а вот но а я сейчас попробую воду потому что все купаются все здесь купаются и я сейчас тоже по вот видите даже есть дядя который купается с какими-то приспособами для купания вот вон господин дусенко ну как вода теплая вообще класс говорит сейчас попробуем что сейчас мы узнаем что в его понимании слова класс сейчас я вам сообщу но мягко говоря но для меня не очень класс вот можете посмотреть вот так что мы сейчас будем тут водные процедуры принимать вот так что мы сейчас будем тут водные процедуры принимать все решили купаться так что вот что могу вам сказать ну тепленько 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 здорово оба приезжайте на эгейское море в середине октября и тоже искупаетесь греческий греческий ресторан критикос ресторан критикос много вкусных всяких морепродуктов вкусное мясо вкусная рыба сегодня тепло прекрасные официанты мы опять пришли сюда покушать нас с радостью встречают привет привет вот машем улыбаемся и машем абсолютно правильно так что мы сейчас будем здесь кушать итак подошла к концу наша поездка подошел к концу наш такой паломнический рейд на Афон и хотелось бы под конец да несколько слов сказать о впечатлениях на самом деле такие поездки они крайне крайне нужны наверное да любому любому человеку нормальному взрослому человеку потому что когда ты уезжаешь в какое-то место где тебя никто не знает ты уезжаешь с людьми которым ты ничего не должен ничего не обязан с людьми которым по большому счету нет до тебя в принципе никакого дела встречаешься с людьми на Афоне которых ты тоже увидишь всего может быть один раз может быть даже познакомившись еще несколько раз но происходит какая-то перезарядка перезагрузка наверное да перезагрузка перезарядка всего какого-то внутреннего состояния отношения к своей жизни отношения к тому что делаешь вот ну и естественно естественно духовные святыни у каждого они наверное свои у меня вот такие у кого-то другие но я искренне всем вам советую делать вот такие рейды рейды в можно сказать в одиночестве чтобы это была чисто ваша поездка где вы можете думать чисто о своем где вы можете покопаться в себе где вы можете переоценить какие-то да свои может быть даже внутренние ценности и естественно побыть в кругу интересных только вам людей и нужных только вам людей да которые именно на этот промежуток времени они и являются тем самым наверное ценным достоянием которое дает нам жизнь поэтому путешествуйте путешествуйте смотрите на мир посещайте вот такие вот места силы опять же это же не обязательно может быть афон это в каждом регионе в каждом городе в каждой стране есть какие-то свои да святые места в россии так их в принципе огромное количество если братья из православных это и и и и и и те же соловки например да это в каждом опять же регионе есть свои монастыри есть какие-то намоленные места если вы не как бы к православию относитесь более-менее прохладные у вас какие-то другие жизненные взгляды то и других святынь в россии тоже хватает то есть это не обязательно должны быть заграничные поездки путешествуйте копайтесь немножко в себе это нужно перезагружайте себя общайтесь с людьми которые еще раз говорю интересны только вам в этот момент которые разделяют с вами ваши жизненные взгляды и спасибо вам за то что вы были с нами на протяжении этого видео я надеюсь что оно вам понравилось если понравилось то пожалуйста поставьте лайки около видео поделитесь им в своих соцсетях расскажите друзьям расскажите знакомым и я буду вам за это очень благодарен не зря я все это время снимал вот эти маленькие зарисовочки того как мы путешествовали на Афон всем огромное спасибо с вами был Белановский Александр без мотив точка ру если хотите более подробно обо мне что я делаю чем я занимаюсь то сайт белановский точка ру белановский точка ру заходите смотрите читайте я искренне буду рад видеть вас среди посетителей наших наших сайтов наших мероприятий да приходите к нам на мероприятие и всем большое еще раз спасибо и до следующих встреч всем пока пока